Я, заканчивая школу, я написал своему папе письмо, который написал, что я размышлял, куда мне поступать, на матмех или на физфак. И я решил, хотя у меня вроде были более ярко выраженные математические способности, я решил поступать на физфак, поскольку в физике есть Нобелевская премия, а в математике ее нет. Ну а потом, когда уже после окончания, когда я начал работать и попал в физическую среду, то в то время вычислительная техника была развита не сильно, и физики относились к расчетам машинным весьма пренебрежительно. Я с 1966 года работал в Институте радиоэлектроники в теоретическом отделе и занимался проблемами лазерной локации. А потом, с 1970 года, я учился в аспирантовой реанимации проблем передачи информации в Академии наук в Москве. Когда я писал диплом, то мне нужно было чего-то посчитать, и я, конечно, считал набесами какую-то задачу. Но после этого я совершенно забыл о вычислительной технике на 20 лет. Но мне тогда представлялось в молодости, что это не более чем инструмент, и особого значения он не имеет. Ну какая разница, логарифмическая линейка или вычислительная машина? К музею я относился хорошо, поскольку, например, в Русском музее работала еще моя мама. И поэтому с Русским музеем и работниками Русского музея в такой частной обстановке я познакомился очень давно. Это был какой-нибудь год шестидесятый, шестьдесят первый. О работе в музее мысли, пожалуй, не приходили, нет. Ну я, например, когда-то, когда у меня не было работы, у меня была мысль, например, водить экскурсии по городу. Я даже подготовился к сдаче экзамена в госэкскурс-бюро. Но, правда, затем обстоятельства изменились, и это не реализовалось. Я оказался в Русском музее случайно, так как у меня не было работы, и Владимир Алексеевич Линяшин, который был директором Русского музея, я не помню, наверное, с 1986 по 1988 год, с ним работала моя жена, и она попросила его взять меня на работу. Таким образом, в 1987 году я оказался, в 45 лет я оказался младшим научным сотрудником отдела информатики Русского музея. Отдел был организован официально, я думаю, в 1981 году. Практически абсолютно одновременно были организованы официально два отдела в Эрмитаже и в Русском музее. На момент моего прихода отдел был довольно большой. В нем было человек 13, навскидку. Но из них компьютерными делами занималось человек 4, а большую часть отдела – это был отдел информатики еще в старом представлении. Здесь была и работа с библиографией, были библиографы в составе отдела, и были широко представлены переводчики. Сначала отдел информатики находился в Стругановском дворце. Переехали прямо сюда. Сначала это было… вот сейчас здесь две комнаты. Сначала была одна комната, и вот в той первой комнате было размещено все оборудование, и было еще теснее, чем сегодня, поскольку, например, помимо четырех персоналов стояла PDP-машина, такой здоровенный шкаф, гроб. В тот момент, когда я пришел, в Русском музее, в подвальном помещении Михайловского дворца был выносной терминал, который был связан с большой машиной «Сайбер» Института информатики и Академии наук. Вот и можно было выводить текстовую информацию на дисплей, ну и можно было набивать какую-то информацию. Никакого оборудования не было принципиально, а вот всю работу, связанную с непосредственной учительной техникой, исполняли сотрудники Института информатики. В Русском музее велась работа по каталогизации, анализу описания, стандартизации, описания музейных предметов, создания проблем каталогизации, создания музейных баз. Вот этим занимались, главным образом, ну и были уже созданы некие такие начальные базы по рисунку или графике и небольшая по живописи. Я пришел в отдел в январе 87-го года и лишь летом 88-го года Русский музей получил от Министерства культуры закупленную у итальянской фирмы Olivetti технику. Это была средняя машина PDP и четыре персональных компьютера Olivetti. Три из них были XT и один AT. Они, ну, естественно, это были компьютеры, у которых жесткий диск был 10 мегабайт, а оперативная память – 256 килобайт. Никто персональный компьютер в 88-м году. Вот мой коллега с Матмеха, с кафедры вычислительной техники, приезжал к нам в Строгановский дворец для того, чтобы увидеть, потрогать, пощупать и попробовать работать с персоналкой. Их никто еще не видел. В Москве они вот появились раньше, а я думаю, что в то время персональный компьютер, вот он был здесь один из первых, и он был, например, безумно дорогой. Что ежели компьютер кто-то брал домой, то, а годы были такие неспокойные, то предполагалось, что нужно зависеть плотно окно, дабы какие-нибудь бандиты не увидели персоналку и не оторвали голову за то что. В году в 92-м отдел или 93-м отдел разделился. Здесь остались только специалисты по вычислительной технике. Это была все-таки работа в Русском музее, была по двум направлениям. Это создание базы данных современной. И это вот основная работа отдела компьютеризации, которая... И это направление до сих пор главенствующее в работе отдела. Вот наш отдел конкретно, это отдел, который связан непосредственно с компьютеризацией музея. Ну вот я в течение многих-многих лет вел курсы по обучению сотрудников пользования компьютером. Первый эффект появления компьютера был ужасающим. Люди говорили, что они уволятся, если поставят компьютер, что от него можно заболеть лучевой болезнью. И те компьютеры, на которых работали 40 или 50 лет назад, имели ограниченные возможности, то сегодняшний компьютер считает столь быстро, что он, в общем-то, составляет на сегодня серьезную конкуренцию человеческим способностям. Поэтому я должен сказать, наверное, я был недальновиден через свою жизнь, своей карьеры рабочей. А вот поэтому, во-первых, изменилась техника. И сегодня уже всем, и мне в том числе очевидно, что она серьезнейшим образом повлияет на культуру, жизнь, быт человека, на все что угодно. Я, естественно, помимо своих собственных каких-то размышлений, естественно, задумался и о влиянии вообще вычислительной техники, информационно-коммуникационных технологий, как сегодня говорят, на развитие культуры в целом. Учислительная техника сегодня становится именно таким инструментом, который культурообразующий инструмент. И, в частности, в сфере музейной деятельности, конечно, существует масса интересных вопросов о том, ну вот, один из вопросов, который волнует всех, и меня в частности, ну, например, соотношение копии оригинала. Ну, и здесь вот, как раз, компьютер предлагает массу вариантов для ответа на этот вопрос. Компьютер или любая другая множительная техника, она, конечно, только способствует развитию экспансии искусства. Но, конечно, в то же время совершенно очевидно, что не бывает исключительно позитивных процессов. Всегда прогресс связан и с негативом. На сегодняшний день технологии, скорее, руководят специалистами, а не специалисты технологиями. Что сделали, к чему привело применение информационных технологий? Они помогли решить эффективно, продуктивно традиционные музейные задачи. Единственная серьезная новация – это выход в интернет, открытый доступ. Но это, на мой взгляд, лишь такой начальный этап использования вычислительной техники. Поскольку в ней содержится, как мне кажется, огромный потенциал. А вот потенциал этот, на самом деле, абсолютно не использован. Какие-нибудь принципиально новые идеи я таких примеров не знаю фактически ни в России, ни за рубежом. Мне кажется, совершенно очевидная идея, что, например, сегодня, когда такая проекционная техника развивается, что сегодня, например, можно сделать непосредственно, если говорить о музее изобразительном, музей мирового изобразительного искусства, в котором можно собрать по ложам, например, крайне эффектно, например, крупноформатные работы, я не знаю, Виласки, Саверонеза, Тициана, которые никогда невозможно в реальности собрать вместе. И это сделать достаточно легко. Для этого нужно, например, большое помещение и некие деньги на экранно-проекционную технику. Ну, а, конечно, если представлять себе что-то дальше, то, конечно, можно помечтать о том, что с помощью небольшой приставочки, не знаю, оптической линзы, проектировать изображение на сетчатку, улегшись в кресло и погасив свет, он может получить любое изображение, которое ему только захочется. И пообщаться с ним уже, ну, это почти то же самое, не знаю, что пообщаться с Микеланджело или Тицианом. Мне представляется, что человеческая жизнь – это некая сумма переживаний. А переживания возникают в том случае, если есть интерес. Вот интерес в сегодняшней жизни неким образом ослабевает. Она стала очень комфортной, что само по себе прекрасно. Но у комфорта есть вот такая оборотная сторона, он неким образом желание человека гасит. У сегодняшнего поколения, выросшего в таких тепличных условиях, меньше импульсов к тому, чтобы бороться за что-то. И, соответственно, меньше интереса. Поэтому искать интерес, если его нет, то нужно менять занятия, поскольку иначе все бессмысленно. КОНЕЦ Продолжение следует...